Хочешь мирной игры? Готовься к войне с планетарным злом. Наводнение века в стране карнавалов и футбола. А также заступ за красные флажки на Ближнем Востоке, который все вероятнее. В мировом обзоре Лауры Нурлан. Израильские танки вошли в Рафах. Единственный город в секторе газа, считавшийся до этой недели безопасной зоной. Наступление назвали ограниченным. Пока речь идет только о восточной части города. Всех, кто там находился, призвали переместиться ближе к прибрежной зоне. Бог знает, куда мы пойдем. Мы идем в никуда. Несколько дней подряд Рафах подвергается точечным, но мощным обстрелам. Есть жертвы среди мирного населения. За день до входа в Рафах Израиль взял под контроль одноименный пропускной пункт на границе с Египтом. Главный путь доставки в Анклав гуманитарной помощи. Груженные фуры стоят с египетской стороны и не могут въехать в сектор газа. В больницы, а в почти полутора миллионам Рафахи их осталось всего три, перегружены и испытывают острый дефицит медикаментов. Захват пропускного пункта является важным шагом на пути к уничтожению оставшейся военной инфраструктуры Хамас, включая ликвидацию четырех террористических батальонов в Рафахе. Израиль не позволит Хамас восстановить свой военный потенциал и свое правление в Анклаве. По данным израильских военных, с начала операции в Рафахе ликвидированы 20 членов Хамас, три тоннеля и машина, начиненная взрывчаткой. Мне почти 69 лет. Я никогда в жизни не видел таких взрывов. Я был свидетелем всех войн, но никогда не видел такой войны. Если заграниченная операция в Рафахе превратится в полномасштабную, это будет означать, что красная линия, очерченная администрацией США, пройдена. Однако в мире опасаются, что, несмотря на это, Израиль готов зайти за флажки. Даже лучшие друзья Израиля понимают, нападение на Рафах было бы стратегической ошибкой, политической катастрофой и гуманитарным кошмаром. Я призываю всех, кто имеет влияние на Израиль, сделать все возможное, чтобы помочь предотвратить еще большую трагедию. Пока лучшие друзья Израиля в лице Соединенных Штатов решили не поставлять союзнику тяжелой авиационной бомбы, опасаясь, что они могут полететь на головы мирных жителей Рафаха. Представитель Израиля в ООН назвал этот шаг разочаровывающим. Если они войдут в Рафах, я не буду поставлять оружие. Я ясно дал понять премьеру Нетаняху, что они не получат нашей поддержки, если действительно войдут в населенные пункты. Бразильские спасатели пытаются успокоить людей, которых удалось вовремя эвакуировать. Но вывезти получается не всех. Районы штата Рио-Гранди-Дусул полностью в воде. Проехать туда не представляется возможным. За людьми отправляют лодки и вертолеты. И хорошо, если нуждающихся в помощи удается заметить с воздуха, как Вальтера Маседа Фагундеса, которого крепко обнимает семья. Мужчина несколько дней считался пропавшим без вести. Мимо пролетел вертолет, я помахал им рукой, но меня не заметили. Через некоторое время они вернулись, я снова стал махать им. И, к счастью, они меня увидели. Моя дочь не перестает плакать. Я пришла сюда, чтобы спросить пожарных, смогут ли они спасти моего мужа и доставить сюда. Ливни и ураганы привели к сильнейшему за последние 80 с лишним лет наводнению в Бразилии. Более 120 человек погибли, около 140 пропали без вести. В южном штате Рио-Гранди-Дусул пострадали свыше 350 городов. Столичный аэропорт затоплен. Как минимум до конца месяца он не сможет принимать самолеты. В воде и многотысячные стадионы. Знаменитые водопады Игуасу в эти дни сбрасывают воды втрое больше обычного. Почти 3,5 миллиона литров в секунду. 150 тысяч жителей вынуждены были покинуть свои дома. Я специально построил дом на высоких сваях и никогда не думал, что смогу увидеть там воду глубиной 2 метра. Власти Бразилии обещают помочь восстановить жилье и всю пострадавшую инфраструктуру. Я посадил всех чиновников на свой вертолет, и мы прилетели сюда, чтобы иметь представление о масштабах наводнения. Все это ужасно. Я никогда не видел здесь ничего подобного. Никогда. Возможно, это знак, чтобы люди были более человечными. На фоне трагедии, которую переживают жители на юге страны, в столице Рио-де-Жанейро состоялось грандиозное шоу певицы Мадонны, собравшей около полутора миллионов человек. Куда больше бразильцев выразили свое недовольство, назвав концерт пиром во время чумы. Момент, к которому Франция готовилась несколько лет. В Марсель из Греции прибыл парусник с олимпийским огнем на борту. Сопровождение из десятков яхт, авиационное шоу и фейерверк в цветах национального триколора. Получилось грандиозное шоу. Не менее грандиозными были предприняты и меры безопасности накануне события. Существует огромная проблема безопасности, но мы готовы. Сегодня здесь собрались 200 тысяч французов и почти 7 тысяч военных следят за порядком. У нас есть лодка в старом порту. И кинологи с собаками проверили ее, нет ли внутри взрывчатки. Французский спецназ готовится к любому варианту событий, который может возникнуть во время игр. Самый тяжелый массовый захват заложников. Будет разработана особая система реагирования совместно с главами делегации, в том числе израильской и другими. Наше подразделение было создано после Олимпиады в Мюнхене. И вот игры в Париже. Так что все это очень символично. В 1972 году на Олимпиаде в Мюнхене члены террористической палестинской организации «Черный сентябрь» захватили 11 спортсменов из Израиля. Все заложники погибли. Этот теракт является частью многолетнего палестино-израильского конфликта. И учитывая политическую обстановку, французские власти вынуждены быть на готове. И чем ближе старт игр, тем чаще звучат призывы к Олимпийскому перемирию, традиции, принятой 32 года назад. Тем временем до открытия Олимпиады осталось 2,5 месяца. Лучшие французские повара, обладатели мишленовских звезд, доводят до совершенства свои фирменные блюда. Специально главному спортивному событию четырехлетия было создано 500 рецептов. Все с флером знаменитой французской кухни. Это круассан, который мы наполнили кремом из артишоков, яйцом пашот, а сверху добавили немного трюфеля и овечьего сыра. Его будет удобно есть на ходу. Кстати, примечательно, что в последний раз летние Олимпийские игры Франция принимала ровно 100 лет назад. Лаура Нурлан, Ерден Куспанов, Татьяна Гах, программа «Аналитика». Лаура Нурлан, Ерден Куспанов.